Алексей Ильич, почему после причастия часто бывают искушения и уныния? Господи, осознаю своё недостоинство, помилуй меня, прими меня, я знаю, что недостоин, но прими меня, поскольку Ты заповедовал это. Если бы мы ничего не ожидали, то у нас бы не было таких вещей. Это первая причина. Вторая причина, я вам скажу, застоит в том, что доброе дело, если оно совершается без соответствия, без скорби, то, как говорят отцы, любое доброе дело, которое совершается без скорби, способно привести человека к гордости. Я причастился и... Вы слышите, что мы ждём? Всё, мы уже сейчас будем на небе. Мы ждём не спасения уже, а рая. Рая ждём сразу. И в этом наша беда. На самом деле, я скажу, что если человек вот это чувствует, вот это уныние и ещё и прочее, это хороший признак. Это положительный признак. Значит, вы причастились, возможно, так, как и надо. То есть, с пользой. А если будем причаться и всегда получать, знаете ли, там, что-то такое особенное, то есть большая опасность возгордиться даже. И тогда всё пойдёт, пойдёт под откос. Так что не беспокойтесь. Спасибо. Спасибо.